Международная Академия Наук, Информации, Информационных Процессов и Технологий отмечает 25 лет профессиональной деятельности. По традиции юбилейное заседание проходило в стенах Московского Педагогического Государственного Университета. Несмотря на все изменения, которые несет нам грядущая эпоха, главным остается человек. И человек как создатель технологий определяет и будущее информационных систем, информационных процессов. И вместе с тем, сегодня, когда разворачивается в нашей стране огромная работа по переходу к цифровой экономике, когда в нашем университете создаются структуры, связанные с цифровым образованием, цифровой школе, мы должны подчеркнуть значимость общественных академий и общественной инициативы, которая исходит в том числе от нашей академии. Я надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. Надеюсь, что сегодняшние переживаемые нами моменты, они как раз создают предпосылки для успешного развития тех очень важных идей, связанных с переходом к новой эпохе. И я надеюсь, что и университет, и академия внесут свой важный вклад в то, чтобы те основополагающие фундаментальные вещи сохранялись и приумножались. АПЛОДИСМЕНТЫ И по этим направлениям построили всю науку. И построили, как я буду дальше говорить, именно организационную структуру новую, создав отделение в каждом кластере, если так можно назвать, в каждом разделе, вот здесь в направлении. Построив такую науку, мы обеспечили три вопроса. Первый. Это каждое отделение, каждый, так сказать, наш кластер, если можно так назвать, или раздел, имеет по 15-10 направлений в свои проекты. И уже я хочу вам доложить, что мы можем уже пойти настолько быстро вперед, что мы доверили многие разработки, порядка 15-20 процентов, до эксперимента на предприятиях, в вузах и так далее. А особенно отличились в этих делах, сейчас в последнее время, я хочу похвалить и благодарность передать, в медицине военной и вообще разделу медицины. Немножко двинулись вперед и образование педагогическое. Мы очень серьезно занялись именно производством. У нас много есть, чем можно похвалиться и показать наши результаты уже наяву, внедренные в производство. Я этим самым подчеркиваю, что новая структура показала нам правильное решение. Мы ушли от того, чтобы создавать автономные отделения непосредственно на объекте, на предприятии. Мы все объекты наши рассматриваем сейчас базовые объекты нашего сотрудничества. Мы построили эту структуру по науке почти так же, как РАН, РАО и так далее. Основной акцент деятельности Академии на ближайшее время президент Академии предложил сделать на развитии программного обеспечения, маркетинга, рекламы и регионального развития. Высоко значение деятельности Академии для армии и флота в развитии информационного обеспечения. Большая работа проделана Санкт-Петербургским отделением в сфере научно-технической экспертизы соответствующих разработок. Предлагается усилить работу по выявлению инноваций в области информационных технологий и их продвижения. Особую роль в развитии народного потенциала страны докладчик предлагает отвести работе ученого совета Академии по поиску молодых талантов и оказание им всесторонней помощи. Академия может гордиться самой крупной в мире образовательной сетью. За годы ее существования активно развивалось дистанционное электронное образование, благодаря которому было выпущено 360 тысяч специалистов с высшим образованием. Для дальнейшего развития этого направления Академия считает необходимым изменение правового поля в области цифрового образования. Активно развивается цифровая медицина, в частности использование цифровых технологий для предотвращения развития сердечно-сосудистой недостаточности у онкологических больных. В машиностроении была разработана и внедрена методика дистанционного обучения высококлассных специалистов по управлению и обслуживанию интеллектуальных станков. Одним из перспективных направлений деятельности Академии является развитие конвергентных технологий информационно-коммуникационных, биотехнологий, нанотехнологий и когнитивных технологий.